У нас в гостях Парсентьев Олег Сергеевич, доцент кафедры электроэнергетики Луганского государственного университета имени Даля. Доброе утро! Доброе утро! У нас, соответственно, сейчас вступительные экзамены должны начинаться, и большинство ребят, наверное, стоят на каком-то пути, куда им идти, в какую профессию. Давайте же обсудим, собственно, вашу профессию. Кто такой инженер-энергетик? Инженер-энергетик – специалист, работа которого связана непосредственно с проектированием высоковольтного и низковольтного электрооборудования, с проектированием распределительных магистральных электрических сетей, сетей децентрализованного электроснабжения, генераторных электростанций, теплоэлектроцентралей, то есть гидроэлектростанций. Это всего самого серьезного, что, наверное, у нас есть. То есть электроснабжение объектов социальной сферы, металлургических комбинатов, шахт, фабрик, объектов розничной торговли, то есть гипермаркетов, супермаркетов, учебных учреждений, больниц. Все, где есть у нас, собственно, энергия какая-то, энергетика там. Вот, допустим, если взять все существующие объекты на сегодняшний момент, которые находятся на планете Земля, подразделяются на три категории надежности электроснабжения, согласно правилу устройства электроустановок. Значит, первая категория надежности электроснабжения, перерыв допускается на время автоматического восстановления резерва. Вторая категория надежности на время оперативных переключений. Третья категория надежности на время перерыва электроснабжения до 24 часов в сутки. То есть к объектам первой категории надежности электроснабжения можно отнести, относятся, это больницы многопрофильные, где есть отделение бронхоскопии, лапароскопии, то есть те объекты, от которых непосредственно зависит жизнь больных. Вот, допустим, если взять хирургическое отделение, то есть помимо того, что там должно быть два независимых источника электроснабжения, должен быть третий источник отдадительной генераторной электростанции. То есть в момент проведения операции должно быть бесперебойное надежное электроснабжение. То есть даже если, извините, что я вас перебила, то есть даже если, допустим, во всей больнице выключается свет, свет, грубо говоря, в операционный, он за счет вот этих генераторов продолжается, и никто даже не знает, что выключили. В приоритете, в приоритете жизнь человека, это самое важное, это самое основное. То есть идет операция, поступают пациенты с миновзрывными, со слепыми миновзрывными ранениями, осколочными ранениями. Да, вот есть те операции, которые считаются сложными. И пациентов подключают именно к реанимационному оборудованию, то есть к искусственной вентиляции легких. Вот эти аппараты именно являются потребителями особой группы первой категории надежности электроснабжения. За которые вы, собственно, и отвечаете. Да, за которые отвечает энергетик, который находится на территории больницы и энергоснабжающая организация, потому что она осуществляет поставки надежного и бесперебойного электроснабжения непосредственно в эту больницу. Также относятся шахты к первой категории надежности электроснабжения. Это вентиляторы главного проветривания, подъем, допустим, лифтов с людьми на поверхность, опускание, соответственно, на глубину, то есть на глубину 700-800 метров, то есть на шурф разработки. То есть это тоже, естественно, очень ответственно. Металлургические комбинаты, это тоже объекты первой категории надежности электроснабжения. Мы знаем, что есть такие доменные печи. У них есть такой ощутимый серьезный недостаток. Доменная печь, если отключить это электроснабжение, в ней застывает металл. Этот металл невозможно извлечь ничем оттуда после этого. Это приводит к многомиллионным убыткам. То есть для того, чтобы потом этот металл извлечь, приходится резать печь. И для того, чтобы избежать этого, подключают к двум независимым взаиморезервируемым источникам электроснабжения. То есть, а если вдруг по каким-то причинам предприятие металлургическое не может работать, вводится определенный уровень технологической или аварийной брони. То есть предприятие не отключается до определенного уровня. То есть для того, чтобы поддерживать печи в рабочем состоянии. По большому счету, это энергетик тот человек, который не имеет права на ошибку в таких госучреждениях. Также вот, если взять вашу студию, да, то есть ваша студия является объектом первой категории надежности электроснабжения. То есть у вас оповещение населения на случай, ну, не дай бог, чрезвычайных ситуаций, там обстоятельств непреодолимой силы форс-мажорных обстоятельств. Население должно быть проинформировано. То есть должно быть бесперебойно надежное электроснабжение. Это тоже потребитель первой категории надежности электроснабжения. Возможно, даже по нормативным документам, это потребитель особой группы. То есть как бы наличие тоже дизельной электростанции. Вот видите, я даже не знала об этом, а вы мне об этом рассказали. Очень интересный момент. Собственно, вот опять-таки возвращаемся к нашим абитуриентам, которые в будущем становятся вашими студентами. Какие экзамены надо сдать, чтобы стать вот инженером? Для того, чтобы поступить в Далевский университет на специальность 130302, электроэнергетика, электротехника, необходимо подать заявление, то есть в приемной комиссии. Соответственно, прилагаемый пакет документов сдать в вступительные экзамены. Математика и русский язык. А, и все. Больше физика, например, это не требуется. До недавнего момента это была только математика и русский язык. То есть ЕГЭ тоже там... Все баллы, естественно, учитываются, да? Уже непосредственно став студентом, с какими предметами сталкивается молодой человек? На первом курсе это предметы общеобразовательные, математика, физика, химия, начертательная геометрия. То есть работа с компьютерными программами, то есть с текстовыми редакторами. А потом уже на втором курсе начинается предмет такой теоретической основы электротехники, инженерная механика. Ну и начинается материаловедение, материаловедение. То есть материаловедение, из чего, собственно говоря, создаются все электроустановки. То есть от выключателей, разъединителей, трансформаторных подстанций. И дальше уже на третьем курсе идут спецпредметы. Это электрические машины, электрические аппараты, промышленная электроника, техника высоких напряжений. Мы знаем, что все энергетики, которые эксплуатируют электроустановки, которые проектируют, их должны иметь группу допуска по электробезопасности. То есть это четвертая, либо пятая группа допуска, то есть право осуществлять ремонт электроустановки к напряжениям свыше 1000 вольт. Электромеханические переходные процессы. То есть это предметы, которые, собственно говоря, режимы сети изучают. То есть в сетях, возможно, короткие замыкания, то есть аварийные режимы. То есть, допустим, если нагружается генератор, есть такие моменты, когда раскачивание идет генератора из-за нагрузки. И вот эта специальность называется электромеханические переходные процессы, которые изучают статическую динамическую устойчивость генераторов. Вы знаете, дело в том, что я, например, вот такой прям твердый гуманитарий, ну, соответственно, профессию я и выбрала. Вы, естественно, как это говорится, технарь, конечно же. А почему вы выбрали вот эту специальность? Это так сложно, ну, на мой взгляд, это очень сложно, это надо вот столько знаний вмещать в себе, что это просто невероятно. Как вы пришли к этому? Я пришел к этому еще в школе. У меня в школе, ну, по физике больше всего получались задачи по электричеству. То есть это началось с закона ОМА, то есть с явления электромагнитной индукции. То есть, ну, и постепенно я начал понимать, и уже в процессе там окончания колледжа, университета, я уже пошел на электромеханику и изучал вращающиеся электрические машины и аппараты. То есть, собственно говоря, различные коммутационные аппаратуры, это, соответственно, были различного рода курсовые, дипломные проекты, практические лабораторные работы. То есть обучение — это комплекс лабораторных работ, это широкий, это большой круг компетенций, то есть в сфере энергетики и смежных с ней специальностей. Вот обычно, на моей памяти так было, по крайней мере, когда вот я сталкивалась с людьми, которые невероятно не то что увлечены своей работой, своей профессией, а очень много чего знают непосредственно в этой работе, они как-то очень остро реагируют на ошибки тех же студентов, когда вот дело касаемо, собственно, вот этой же профессии. Как вы относитесь к студентам, которые совершают где-то какие-то помарки, неточности, ошибки? Вы им это прощаете? Ошибки — это нормально. Университет — это вот идеальная модель для того, чтобы студенту заложить знания. И то, что студент на определенном этапе допускает ошибки, это ничего страшного. Мы все допускаем ошибки в той или иной степени. А вот вы еще сказали вначале, что, собственно, энергетик, он и занимается плюс ко всему тем, что вот происходит строительство вот этих вот… Проектирование электрических сетей, то есть строительство электроустановок, воздушных линий электропередач. Кстати, воздушная линия электропередач является, ну так что, объектами повышенной опасности за счет того, что там есть верхолазные работы. То есть это работы на высоте, это работы, у которых требуется от человека хорошо развитого вестибулярного аппарата. Ну и в принципе работа диспетчером в электрических сетях, вот это связано с тем, что инженер должен, диспетчер должен знать хорошо, иметь хорошую память и логическое мышление. Потому что, как правило, схемы нормального режима, которые есть вот сейчас, насчитывают большое количество трансформаторов. То есть различного рода кабельных и воздушных линий. То есть диспетчер должен постоянно держать в памяти вот эти вот сети. То есть, допустим, если эта речь касается 1200 трансформаторов, он должен примерно понимать, где на каком присоединении от питающей подстанции отключить, включить или произвести ремонтные работы. Мамочки родные. И это вот действительно, естественно, у нас есть такие люди, которые все это вмещают в себя в голове. А чтобы стать диспетчером вот подобным, тоже, соответственно, надо заканчивать... Да, нужно заканчивать обязательно специальность по данному направлению подготовки 130302 электроэнергетика и электротехника. Пройти обучение, потому что диспетчеризация – это непосредственно обучение на рабочем месте. Соответственно, правило безопасной эксплуатации электроустановок, как я уже говорил, это пятая группа допусков должна быть. Диспетчер, он же, собственно говоря, выписывает, вернее, проводит оперативные переговоры, выписывает наряды и делает много оперативных переговоров, манипуляций в электрических сетях. И давайте такой завершающий вопрос. Так как вы преподаватель с опытом, каким, на ваш взгляд, должен быть, ну, пусть ничего идеального в этом мире не существует, но хороший инженер-энергетик? Хороший инженер-энергетик должен разбираться в своей специальности. Это прежде всего. Это основное. А что еще, допустим, там какая-то собранность, логическое мышление? Коммуникабельность, логическое мышление, хорошая оперативная память, то есть разбираться тоже в смежных областях. А смежные области, они какие вообще в вашей специальности? Электрические машины, приборостроение. То есть, естественно, этот человек должен быть, как говорят, математического склада ума. И тогда ему будет очень просто и легко и здорово учиться. Если он будет понимать процессы, которые находятся в электроустановках, ему будет гораздо проще и гораздо легче, и он будет гораздо эффективнее работать. Если он не представляет этого, он столкнется с большими трудностями. Спасибо вам огромное, что вы сегодня к нам пришли, рассказали о своей невероятно интересной и очень важной профессии. Я надеюсь, что к вам в этом году, как и в последующие годы, будут поступать только профессионалы своего дела. Спасибо. Спасибо вам огромное. Я напоминаю нашим зрителям, что в гостях у нас был Парсентьев Олег Сергеевич. Хорошего вам дня и умных студентов. Взаимно. Спасибо. Утро Донбасса продолжается. Оставайтесь на Луганск 24. Продолжение следует.